Уважаемый Штарк, очень прошу вас озвучить новость об убийстве русского Илона Маска Валерия Пшеничного. Как на него завели лживое сфабрикованное дело, пытали, изнасиловали и убили, инсценировав самоубийство в СИЗО. Пусть это будет напоминанием умным, образованным людям, что реально может случиться с нами в этой стране. Может быть это спасет какому-нибудь талантливому и образованному специалисту, работающему в россияне жизнь, узнав об этой новости. Это сообщение, которое я получил сегодня, и пожалуй оно передает лучше всего мои собственные мысли по этому поводу. Талантливого человека посадили в тюрьму по сфабрикованному делу и жестоко убили. В этом деле есть сразу несколько моментов, которые естественно напрягают любого человека, кто столкнется с подобной новостью. Вот этот человек, Валерий Пшеничный, к сожалению в сети есть только две его фотографии. Его коллеги называли русским Илоном Маском, потому что у него было очень много интересных планов и разработок. В основном он был известен в своем узком кругу, я еще раз говорю, он занимался закрытыми проектами, поэтому об этом имени не слишком много известно. Но в основном он был известен тем, что он был руководителем проекта по конструкции и производству известной российской подводной лодки, целой серии лодок под названием Варшавянка. То есть первое, это был талантливый инженер, это был не просто какой-то человек, которого замучили в тюрьме, а это были мозги, каких в стране и так-то нехватка. Дальше, естественно, если это был военный государственный заказ, то там был распил денег. Сам Валерий Пшеничный неизвестно, сейчас неизвестно, имел ли он отношение к пропаже почти 100 миллионов рублей или нет, или это были другие люди, это не важно. Скорее всего, как предполагают люди, нашли крайнего, потому что если бы это было не так, то не было бы необходимости убивать этого человека. Он попал в петербургское СИЗО, а дальше с ним произошло нечто, что не поддается объяснению. Естественно, официальная версия была, покончил с собой. При этом повесился он якобы на шнурке в 40 сантиметров от своей собственной толстовки. Либо, что, скорее всего, говорят сейчас судмедэксперты, его просто задушили этим шнурком. Задушить человека таким коротким шнурком можно, повеситься фактически нереально. Почему именно сейчас об этом пишет новая газета? Сейчас обнародованы данные судмедэкспертизы о том, что, скорее всего, человек этот был убит с вероятностью 99%, так как на нем были обнаружены колотые и резанные раны, во рту следы от кипятильника, то есть человека пытали. Далее его неоднократно насиловали, и последнее у него был поломан позвоночник. В этом состоянии судмедэкспертизы пришли к выводу, что человек был жестоко убит. Перед смертью ему удалось жене передать три записки, все три записки были одного и того же толка. Ничего никому не плати. Предполагают, что занимались вымогательством денег. Важно то, что даже если ты всего лишь находишься под подозрением и попал в российскую тюрьму, тебя могут убить. Убить жестоко, и концов никто никогда не найдет. Всем известна история о Сергее Магнитском, потресшая мир своей жестокостью и бессмысленностью того, что там произошло. Как известно, американцы в память об этом бесчеловечном случае объявили о создании санкционного списка под именем «Список Магнитского». Но на Магнитском, конечно, ничего в России не остановилось. И вот очередная трагедия. Трагедия для страны, потому что, первое, всем понятно, что ты не защищен, что в стране царит беспредел, что даже если твоя вина не будет доказана и окажется, что это был честный человек, все равно есть очень большие шансы, что с тобой что-нибудь сделают в этих бесчеловечных российских тюрьмах. Ну и самое главное, что страна лишилась очередного талантливого человека, который не попытался уехать из страны, а работал на мощь армии. Жена Валерия Пшеничного заявила, что когда только его взяли под арест, с обыском пришли следователи, открыв шкаф с его вещами, сказали, но это ему уже точно не понадобится, в перспективе, кроме ямы 2 на 1 метр, ему больше ничего не будет нужно. Тогда женщину поразили эти слова. Его взяли по подозрению, но уже как бы похоронили. Одним словом, в России человек действительно не защищен. На месте Пшеничного может оказаться любовь. Проворуется ваш начальник, а вас могут взять просто для того, чтобы заткнуть дырку в следственном деле. Беспредел идет по стране, он разрастается. Человек не занимается политикой, политика начинает заниматься им. Если людям лень выходить на улицу, если им лень бороться за свою свободу, за построение нормального человеческого общества, то бесчеловечная машина, созданная мафиозной группой, опирающаяся на бандитов, моральных уродов и убийц, рано или поздно придет за многими. Лучшие будут в первых рядах. Пусть это будет напоминанием умным, образованным людям, что реально может случиться с нами в этой стране. Может быть, это спасет какому-нибудь талантливому и образованному специалисту, работающему в «Россияне» жизнь, узнав об этой новости. Субтитры создавал DimaTorzok